Девочка-пай Всем привет, дорогие друзья! Я думаю, ни для кого из вас не секрет, что айфоны это лучшие видеокамеры на рынке. Лучшие, я вам говорю это серьезно. И помните видео прошлогодней давности, где я сравнивал айфон 10s max, тогдашний флагман, с только что вышедшей новейшей камерой Fujifilm X-T3. И что вы написали в комментариях, что вам картинка с айфона понравилась больше. И сейчас мы решили не изменять этой традиции, поэтому возьмем Blackmagic Pocket 4K, которая применяется в том числе и для съемки клипов. Это серьезная камера, которая может писать видео в RAW. 4K, 60 кадров в секунду. И сравним это все с айфон 11 Pro Max. И, ребят, посмотрите, как айфон снимает видео. И, конечно же, уже сейчас подрываются люди, которые снимают видео. Профессионально на такие камеры говорят, как, чувак, как ты вообще можешь сравнивать? Это же просто божество, наше божество. А это какой-то зловредный айфон. Как их можно сравнивать? Ребят, сравнивать можно что угодно. Я в очередной раз вам покажу, что для большинства людей, для большинства людей, подавляющего большинства, качество видео, которое выдает айфон, хватит просто с головой. Посмотрите, какой у нас, во-первых, сетап. У нас здесь Blackmagic 4K. Как я уже сказал, объектив Panasonic, стандартный 12-35. Не стали мы заморачиваться с Metabon адаптерами. Пишем видео мы на терабайтный Samsung T5. И все это, все это оформлено в просто превосходный кейдж Small Rig. Small Rig вообще вот сейчас делает, мне кажется, самые лучшие, при этом недорогие клетки. Посмотрите, это клеточки исключительно под Blackmagic. И даже есть, видите, крепеж для этого скоростного жесткого диска. И камеру на обзор мне дали ребята из магазина Big Sale. Это один из самых крупных, а может даже крупнейший магазин по продаже именно профессионального фото- и видеооборудования. Также они мне подогнали вот эту клетку. И еще у нас здесь установлен монитор BestView 7-дюймовый. Он с хорошей яркостью, с поддержкой лутов. То, что нужно для вот такой вот конструкции, если это можно так назвать. Так что по ссылочке в описании переходите. Смотрите, помимо профессиональной фото- и видео техники, у них там есть много чего интересного на любой вкус и кошелек. Так что если вы хоть как-то связаны с тем, чтобы снимать фото или видео, обязательно к ним переходите. Ну а также по ссылочкам в описании будет все мое оборудование, которое я использую сам лично в своих съемках. В том числе и снимаю видео на айфоны. Потому что айфоны это моя реально любимая камера, которая всегда с вами, которая удобная. И которая делает 4К 60 кадров в секунду с крутейшей детализацией. Просто с безбашенной стабилизацией. И можете посмотреть плейлист по айфон 11 Pro Max. Это реально революционная камера. Отдельный плейлистик также будет в описании, если вы хотите знать все о том, как снимает эта камера. В том числе, как она снимает видео в профессиональных руках. Ну ладно, ребят, хватит трепаться. Погнали снимать. И напишите в комментариях, конечно же, ребят, напишите в комментариях, картинка с какой камеры вам понравилась больше. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, надеюсь, вы уже выразили свое мнение в комментариях. Естественно, написали, что камера 1 лучше. Но камера 1 это айфон. Айфон, на который я прямо сейчас снимаю это видео. Да-да, обычная камера с матрицей размером со спичечную головку снимает лучше, чем Blackmagic с матрицей micro 4.3. Причем обратите внимание на разницу в динамическом диапазоне. Она просто колоссальна. Все это достигается благодаря технологии Smart HDR. И на кадрах, где, например, у нас нет яркого, контрового, солнечного света, картинка с этих двух камер выглядит практически одинаково. Вот когда мы поворачиваем камеру лицом к солнцу и на переднем плане у нас появляется какой-то объект, Blackmagic просто сливается. Сливается айфон. Ребят, как такое возможно? Вот как такое возможно? И заметьте, что здесь нет никакой цветокоррекции. То есть не наложено никаких лутов. То есть эта картинка просто оригинальная как с айфона, так и с Blackmagic. То есть мы не красили картинку дополнительную. Вот так снимает айфон из коробки. Не правда ли? По-моему, впечатляюще. В своем инстаграме я попросил вас написать, что вы ожидаете от этого сравнения, кто, по вашему мнению, выиграет. Ну, если, конечно, абстрагироваться от таких понятий, как RAW, возможность последующего редактирования, глубина резкости. Многие написали, что якобы айфон сольет Blackmagic в динамическом диапазоне. Но в реальности это Blackmagic сольет айфону в динамическом диапазоне. У айфона крошенная матрица. Чисто физически там ДД быть большим не может. Но благодаря тому, что есть технология Smart HDR, которая работает на айфоне на всех частотах кадрах и на всех разрешениях, то айфон дает такой динамический диапазон, который не снился, в том числе и Blackmagic. Вот так вот выглядит Smart HDR. Я уже делал несколько роликов на эту тему. Теперь еще хотел бы поговорить по поводу глубины резкости. Это, мне кажется, единственная причина, почему люди для бытовых целей, не профессиональных целей, а бытовых именно, до сих пор покупают зеркальные и беззеркальные камеры. В фоторежиме современные телефоны могут худо-бедно как-то размывать фон, но даже у айфона с этим дела обстоят не очень хорошо. Видео, для того, чтобы это работало грамотно и хорошо, я думаю, это нужно еще пройти, наверное, 5-7 лет. Потому что даже на фотографиях это делать не научились, а для видео это нужно делать, соответственно, с частотой, ну там, как минимум 30 кадров в секунду. И при том, что, например, на айфонах та же самая глубина резкости, она накладывается в виде мета-данных для фотографий. То есть, если вы просто загрузите эту фотографию на компьютер через ту же программу фото, вы увидите, что исходник, он без размытия фона. А на видео так делать не получится, поэтому все косяки вот этого искусственного боке, они будут с вами навсегда и часто это может испортить съемку. Поэтому, честно говоря, я понимаю, что, скорее всего, индустрия будет двигаться в эту сторону, но, тем не менее, я, честно говоря, не в восторге. Мне кажется, если тебе нужна глубина резкости, ну, используй действительно крутую камеру. Вопрос, часто ли она на самом деле нужна. Да, это красиво, в кино по-любому быть не может, в рекламе, в клипах, да. В общем, к чему я веду, если вы хотите купить фотоаппарат именно для того, чтобы делать какие-то бытовые фотографии и не очень понимаете, зачем он вам нужен, мне кажется, лучше вам купить просто нормальный телефон. А, думаю, лет через 5 тут и вопрос стоять не будут. Обычные смартфоны полностью вытеснят сегмент беззеркальных камер и зеркальных камер. В любительском сегменте ими будут пользоваться только те, кто зарабатывает деньги и кто хочет делать малую глубину резкости. Больше никаких преимуществ у больших камер не будет. Что касается динамического диапазона, ну, давайте вот прямо сейчас посмотрим, насколько широкий динамический диапазон на Blackmagic, чтобы у нас в помещении было так же светло, как на айфоне. Вот так вот у нас примерно выглядит картинка на айфоне по освещению стола. Ну, и вы видите, что за окном все совершенно выбелено. Вот, ребят, чтобы не было ни у кого сомнений, давайте диафрагмой поиграемся. Ну, вот, закрываем, да, она нормально проэкспонированная. Ну, вот так вот. И вы видите, что здесь полная темнота. Так, ну, а теперь наш айфончик 4К 60 кадров в секунду, как видите. И просто-напросто ставим ручной шаттер. И вот как раз-таки умный HDR. То есть, вот в идеале на другом телефоне было бы вот так вот это все выглядело. Вот так вот даже запись могу включить для вас. А, соответственно, со Smart HDR, обратите внимание, что экспозиция внутри помещения меняется незначительно. А вот таким вот легким движением мы можем сделать картинку вот такую. Ну что, ребят, по-моему, тут уже просто слепой увидит, что Blackmagic просто подчистую сливает новому айфону по динамическому диапазону. Но в самом деле айфону сливает абсолютно все камеры. Профессиональные, полупрофессиональные. Если у них нет поддержки режима HDR. То есть, если ваша камера, какой бы она дорогой ни была, не имеет поддержки HDR, то она сливает по динамическому диапазону айфону. Просто сливает. Я уже не говорю про все эти убогие поделки на Android, про Samsung здесь плюсы, всю вот эту лажу, которые не научились снимать видео даже на уровне айфон 6s. Так что, ребят, хотите снимать видео, покупайте айфон. Хотите ковыряться постоянно в каких-то настройках, что-то там кастомизировать, вы школьник, студент, ну да, наверное, возьмите андроид. Но для видео только айфон, другого не дано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, братья и сестры, напишите в комментариях, как вам наш видосик, напишите, что вам понравилось больше. По-моему, реально айфон это самая лучшая видеокамера, потому что самая лучшая видеокамера, это та, которая с вами. И при этом он снимает гораздо лучше, чем многие зеркалки или беззеркалки. Но, конечно же, если вы любитель бакешечки малой глубины резкости, бро, ну, таскай с собой эти гробы с объективами по полтора килограмма, а я выбираю мобильную съемку. Все ссылки в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok